Ну а пока в Кремле четвертый раз привозили к присяге Владимира Путина. В Москве, Петербурге и других городах проходили суды над участниками акции против инаугурации, которые состоялись в субботу. Одними административными наказаниями субботние выступления, судя по всему, не завершатся. В Петербурге возбуждено уголовное дело против молодого человека, который был задержан на митинге. Сегодня, несколько часов назад, он был арестован. Его обвиняют в насилии в отношении сотрудника полиции. Якобы, вы видите сейчас на экранах, он выбил зуб полицейскому, который его задерживал. Впрочем, больше вопросов звучит к действиям полиции. Всего в субботу по стране, по данным правозащитников, было задержано более полутора тысяч человек. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Маскалькова попросила прокуратуру проверить сообщение о необоснованном применении силовых методов при задержании участников акции протеста в Петербурге. Жестко задерживали и в Москве, причем там в противостоянии с протестующими вступили не только силовики, но и некоторые люди, некие люди, называющие себя казаками. Некоторые из них избивали собравшихся нагайками, а полиция не слишком этому противодействовала. Журналист, член Совета по правам человека при президенте Максим Шевченко. В связи с этим потребовал привести срочное экстренное заседание Совета. Максим Шевченко сейчас на прямой связи с нашей студией. Максим, я приветствую вас. Слышите ли вы студию РТВА? Да, слышу. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Прежде всего, будет ли это заседание? Какая вообще процедура у вас в СПЧ? Ну, заседание может созвать комиссия. Но я так понял позицию господина Федотова, что эту тему он собирается обсудить только в рамках президиума, то есть узкого кулуарного круга людей, которые будут, собственно говоря, без большинства членов Совета, я просто прочитал его цитату такую, что-то там обсуждать. Я считаю это абсолютно недопустимым. Я считаю, что это заседание должно быть открытым, в нем должны быть все члены Совета по правам человека, и на это заседание должен прийти мэр Москвы Собянин, должны прийти представители руководства Росгвардии, и мы должны понять, что это за вооруженные нагайками люди, которые с санкцией Росгвардии и московских властей избивали в центре Москвы москвичей. А как вы отвечаете на вопрос, что произошло 5 мая на Пушкинской площади? Вот вы говорите с санкцией Росгвардии и санкцией московской мэрии. То, что мы видели, сейчас наши зрители видят на экране, действительно, значит, пришли люди, которые протестовали против инаугурации, был ОМОН, который их задерживал, и некоторых задерживал очень жестко, и были какие-то вот эти вот 200 или несколько сотен людей в форме, как они говорили, казаков, которые избивали, их почти не трогала полиция, за редким исключением. Что это было? Ну, журналисты уже выяснили, что эти вооруженные формирования, они вооружены, как мы видим даже на этом видео, холодным оружием. Нагайка – это не просто некая плетка, это плетка, в которую вплетается, как правило, кусочек свинца. То есть ей можно нанести тяжелейшее физическое увечье. Можно человека даже убить, наверное, нагайкой, покалечить, выбить ему глаз. Так вот эти люди финансируются московской мэрией и финансируются рядом корпораций российских на сайте этого казачьего общества, которое формально существует на основании закона о казачестве 2005 года. Выложены тендеры, которые они получают от московского правительства. Они проходили курсы по разгону, значит, демонстрации, манифестации и так далее. То есть это подготовленные властью боевики, которые не имеют юридической санкции, в отличие от тех же сотрудников ОМОНа, которым можно предъявлять какие-то претензии, там, жестко-нежестко, но, по крайней мере, мы понимаем, что в лице ОМОНа мы имеем дело с государством. А в данном случае мы имеем дело просто с боевиками, которые финансируются местными властями, например, московскими в данном случае. Положил начало этому губернатор бывший Краснодарского края Ткачев. И которые, собственно говоря, очевидно, существуют для подавления возле изъявления граждан. Если вы посмотрите на этот сайт и эти тендеры, там сказано, что мы москвичи, вот, Тихон, мы с вами москвичи, мы с удивлением узнаем, что в Москве есть какие-то станицы и хутора, которые представляют вот эти вооруженные люди в форме. Никогда в Москве не было никакого казачества. Казаки были на Дону, на Кубани, на Тереке, в Сибири, на Яеке, я не знаю, там где угодно. Центральная Россия, Москва, Петербург, другие города и веси центральной России никогда не знала никакого казачества. То есть мы имеем дело просто с черносотенными боевиками фашистского толка. Скажите, Максим, а политически, да-да-да, я понимаю, что вы имеете в виду, вот, политически вы говорите, что, значит, Росгвардия, мэрия, действительно, мы видели все эти материалы, что эти, это казачество, или казачество в кавычках получало гранты от московского руководства. Неужели московское руководство накануне инаугурации может санкционировать подобную сцену в центре столицы, и не задумываясь о том, как на это будет реагировать администрация президента? Я думаю, что, конечно, есть в администрации президента люди, которые непосредственно руководят военизированными формированиями, так называемыми уличными патриотическими, которые курируют всю эту деятельность, и которые, собственно говоря, и давали сам. Я знаю, что к некоторым избытым журналистам звонили из администрации президента и говорили, хотите, эти казаки придут извиняться перед вами. Ну, журналисты, к их чести, я не буду называть эти и издания, и имена, если надо, они сами ребята расскажут, сказали, что пусть они извиняются перед всеми, кого они избивали, а не только перед каким-то конкретно там журналистом какого-либо издания проправительственного в данном случае. Поэтому, конечно же, на мой взгляд, это есть, ну, вот у меня только две версии, знаете, которые в России звучат постоянно. Глупость или предательство. Если это глупость, то мы уже привыкли к этой хамской и такой, ну, достаточно провоцирующей глупости части властного ресурса, которая плюет на людей, на их мнение и, собственно, на здоровье людей, и которая разжигает гражданскую войну. Если это предательство, я тоже не исключаю, что какая-то часть госаппарата, борясь за власть, пытается компрометировать другую часть госаппарата. И вот перед инаугурацией Путина и перед грядущим чемпионатом мира по футболу показало всему миру, что есть, как в начале 20 века, некие формирования, которые нагайками на улицах Москвы избивают москвичей, как это было в декабре 1905 года, когда против восставшей Москвы царское правительство бросило казачьи подразделения и, значит, гвардейские полки, которые Москву из артиллерии расстреливали, почему это может дойти? Мы все примерно представляем, да. Максим, последний вопрос, если позволите, возвращаясь в начало по процедуре. Это ваше стремление экстренно созвать заседание Совета по правам человека в связи с тем, что было в субботу в Москве и в других городах? Его поддержали другие члены СПЧ или вы остались в этом одиноки? Нет, конечно же, его поддержали, ну, так называем, скажем так, ну, все члены СПЧ поддержали в целом. Кто-то с нюансами, такие как Александр Брод или Игорь Борисов, допустим. Господин Федотов вот сказал, что президиум только должен собираться. Но такие члены СПЧ, как Шибанова или Масюк, или Соболева, или Шаблинский, они поддержали, сказали, безусловно, надо собирать и привлекать туда, призывать на это заседание тоже руководителей Москвы и руководителей, значит, соответствующих силовых структур, которые отвечают за обеспечение порядка во время уличных каких-то шест. Я, честно говоря, шокирован позиции, ну, скажем так, официальной части, а официальных у нас в СПЧ только два человека, Михаил Федотов и Яна Лантратова, которые являются сотрудниками администрации президента. Господин Федотов еще советник президента. На мой взгляд, подобная ситуация должна обсуждаться. Потому что госпожа Лантратова зачем-то дала сразу же интервью от имени СПЧ, хотя она является секретарем, то есть официальным государственным чиновником, в отличие от нас и от всех, которые не получают ни зарплату, ни гранты там, ничего не получают, мы на общественных началах. Она сказала, что все было нормально, что это были какие-то хоры, которые там пели, значит, казачьи, и что, мол, эти вот хоры так вот отреагировали, что им мешали петь. Ну, я не знаю, да, мы же все уже видели, есть уже расследование, что это не хоры, а что это боевики подготовлены. Это было, что мы с вами уже обсудили. Благодарю вас, журналист... Это реакция Совета по правам человека. Благодарю вас, журналист, члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Максим Шевченко, на прямой связи с нашей студией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова